Привет всем, с вами Сервальд и сегодня я хочу вам показать такую игру, как GameDevTocoon К сожалению, не записал видюшек и не могу нарезать, но в целом, вкратце, я просто расскажу про первый этап, что все начинается. Мне сейчас говорится о том, что... Ну, это обучение, не знаю, я нажал, может пропустить. Может быть, нет. Создается ваш персонаж, название компании. О-ло-ло, например. О-ло-ло, школа-ло. Школа-ло. Школьник. Выбирается мега-прическа, выбирается мега-шмотка и нажимается продолжить. И в итоге вы в гараже, короче, нажимаете на любое пространство на экране и создаете новую игру. Называете её Герои, например. Выбираете тематику. Изначально данные только четыре. В ходе игры все это открывается, естественно. И средневековье жанр. Там, не знаю, это вроде стратегия, по идее. И платформы, которые у вас открыты, всего две. Это какой-то там ранний год, это 90-е. Когда там первый комп появился, я не помню. Выбираете одну из двух платформ. Выбираете, какая графика. И ваш товарищ начинает делать. В игре есть два параметра основных. Сверху они показаны. Сейчас я об этом попозже расскажу. Сейчас у нас тут стадии разработки начались. Всего стадии разработки три. На каждой стадии по три параметра. Первый это движок, геймплей и история. Квесты. Разделяя их, регулируя ползунки, вы выбираете, что для вас важнее. По идее, важнее в героях, наверное, геймплей и история. Движок там на первых парах, по-моему, не особо был. В итоге у нас есть два параметра. Это дизайн и технологии. В зависимости от того, как вы выбираете на стадии разработки вот эти ползунки, будут соответствующие параметры наполняться количеством, так скажем. Дальше у нас дизайн. Уровни, даже не знаю, что важнее, наверное, не выберу. Будет просто дизайн уровней. И вот так вот. Немножку вы делаете типа игру. Справа вверху есть время, даты, ваши фанаты, которых пока нет, и ваше количество денег. Графика, дизайн мира, звук, хрен с... У нас первая стадия у вас особо выбора нет. Просто делаете, что делаете. Выбираете жанр. И сейтинг-группы говоря. Вы справляете. Ну, когда игра завершена, вы можете подождать, доделать. Типа он там ее доделывает, очки прибавляет, убирает баги. И завершаете это дело. После чего вы получаете... Такое вот... Получение опыта за все, что вы используете дизайн. То бишь, как вы, смотря, что как распределили, столько опыта и получили в каждой характеристике. После этого вы ждете какое-то время, и появляются отзывы о вашей игре. В итоге есть четыре основные, так скажем, журнала, не знаю, наверное, критика. И они выставляют вам оценки. В зависимости от этих оценок будет распределять, сколько копий у вас купят. Как хорошо, ну, то бишь, фанаты отреагируют на это. Это все хит-парадок, 50-е место. Это не так плохо. И вот так вот понемножку вы... Начинается там где-то... 7 недель, по-моему, продается ваша игра. Вы получаете в процессе работы очки исследования. Очки исследования вы можете изучить новую математику. Там, пираты или игровой движок. Что выпускаете? Выпускаете, набираете очки, исследуете там... Хуру-мура, туру-тура. Так, поскольку в начальной стадии как бы мало чего, и рассказывать с тобой нечего, а процесс игры мне записывать не хотелось бы, я сразу приду на последнюю мою запись. Вот она. Я уже довольно успешен тут, более-менее. Это третья стадия игры. На второй у вас все максимум... Вы 4 работника. На третьей у вас уже 6 работников. Максимум, ну, плюс вы, естественно. И давайте об этом поподробнее. У вас есть список сотрудников. В списке сотрудников у вас указаны каждый ваш член команды. У каждого члена команды есть параметры. Есть дизайн, технология. Естественно, в зависимости от этих параметров будет... будет прибавляться определенное количество от этого персонажа вашего к параметрам при создании игры. То бишь, если у вас дизайн высокого прокачанной технологии, то от этого чувака будет капать дизайн. И есть скорость. Скорость, в которой он работает. И исследования. Ну, это зависит от того... Ну, вот, всякие исследования новой тематики, новых штук. Это мы сейчас поподробнее расскажем. Дальше у вас есть... То бишь, расскажем про исследования новой тематики. То, что вы уже видели. У меня, как видите, уже много тем раскрыто. Почти все. Геймплей, джойстик. У меня только не исследован историю квестов. То бишь, там, всякие интерактивные истории, улучшения звук, диалоги, графика, дизайн мира. Все это надо изучать отдельно за очки исследования. И за деньги. За деньги и за очки исследования. Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать, естественно, вашу игру лучше. Но, к сожалению, не все вот эти вот штуки, которые здесь изучаются. Например, тот же график и звук. Их надо добавлять в движок. И вот у нас есть список действий, которые мы можем сделать. Давайте по порядку тогда уж. Я немножко так галопом провернулся. У нас есть создать новую игру, но это мы смотрели. Это мы в конце сделаем одну игру. К заключению этого обзора мы можем создать движок. И его мы сделаем перед тем, как сделаем игру. Поэтому тоже немножко опустим. Есть найти работу по контрактам. По контрактам, как бы, ну, это в зависимости от того, как у вас скачан народ. Вы можете брать более тяжелые. Там, 188, у нас 212. На самом деле, это очень мощный контракт. И даже моя команда пока еще не осилит его. Потому что там за 4 недели, это короткий срок, надо очень большое количество очков набрать. Есть простые. Просто нажимаете, принять контракт, то и ваш народ начинает работать, прибавляя параметры в зависимости от умений количество этих шариков. Параметры. Шарики, параметры. Не знаю, как точно назвать. Есть найти соглашение о публикации. Это я ни разу еще не исполнял. Вы берете контракт на определенный, с определенной фирмой на определенную игру. Например, вот НЛО, стратеги, среднего размера игра, чтобы критики оценили ее не меньше 6. Ну и как бы плюс в этих штук в том, что у вас будет аванс, будет определенное количество фанатов. То есть это гарантирует вам платеж и фанатов. Очень удобно. Есть игровая история. Сколько игр вы создали, сколько они еще заработали. У меня есть пара хитов уже. И написано, ну то бишь, на какой приставке, какой жанр, сколько копий продано, стоимость, доход, прибыль, ну и в общем всякая такая мура. Так, и тут у нас вроде все. Перейдем к персонажам. У нас у персонажа есть исследование. Тобственно я показывал. Персонаж может тренироваться. Тренировка это прокачка ваших параметров, характеристик персонажа. То бишь, сначала были учебники, вы там читали, вы улучшали какие-то 1-2 параметра. Потом более крутые учебники, тоже там 2-3 параметра. Потом можете преподавать и учить. Это уже крутая стадия. Специально есть стимул, но стимул попозже объясню. Есть специалисты по определенным сферам. Это уже еще более крутые чуваки. То бишь, вот эта вот специализация надо вкачивать уже серьезных проектов, потому что у вас не хватает качества работника. То бишь, работник должен более продвинутым стать. Ну, они довольно много очков исследования требуют и денег. Поэтому только я недавно перешел на третий этап и у меня вот как раз сейчас и заняться и должен. Поэтому этого у меня ничего не вкачано. Ну, то бишь, если у вас там программист, вам нужен там движок, чтобы он изучил. Тогда с движком у вас проблем уже не будет таких серьезных, как у меня. Так. Также можно уволить любого работника, естественно, и отправить его в отпуск, потому что они устают. Батарейка сажается. Есть такой индикатор батарейки слева от персонажа. Он появляется, когда он начинает вставать, и она вниз падает. И надо его отправлять отдыхать. Иначе про... как это называется? Забыл. В общем, его рабочая деятельность будет не совсем качественная. Ну, и начнем с движка тогда перед игрой. Создадим там с пятой графикой. Ну, то бишь, каждую версию графика надо изучать. Зовем какую-нибудь лабуду. Школа двиг. Звук у нас так и оставляется. Он там моральный. У нас в общем-то... Нет, давайте не будем создавать движок, потому что я недавно создавал, и в общем-то смысла в этом нет. В общем, когда создается движок, просто это выглядит по-другому, поэтому я хотел показать. Можно, конечно, простой создать, чтобы просто вам показать процесс. Что-то много денег не это. Давайте Рагнарёк создадим. Нам для этого графика 2D нужна, саундтрек, монозвук, наверное. Захватывающая история, ладно. Игра в онлайн, физика там не нужна, сохранение, поддержка модов, пусть будет руль нахер не нужна, достижение, развитие персонажа, древоумений, кооперативная игра, ну, наверное, это учитывается. Древо это, конечно, надо, редактору не нужен, пасхалки, пусть будет мини-игры не нужны, не уверен, экраны загрузки будут у нас. Это отключать нельзя, это можно отрубить открытый мир, смена не иначе, виртуальная экономика. Вот это можно оставить, но и в общем, создаем движок. Движок создается, вот, нет там, дизайн и технологии, есть просто один технологий, по идее, и все упорно дружатся, нажимаем, есть вот, вкачивается, есть в тренировках, есть стимул, нажимаем стимул, они быстрее это все делают, быстрее и продуктивнее. В итоге у нас вот, делается движок, не знаю, насколько успешный сейчас будет Рагнарог, который я создам, я не уверен, что я нужные качества ему выбрал, это так, с лета наугад, практически все поставил, ну, будем надеяться, что сделается нормальная игра и она будет продаваться. После того, как у нас изучается, движок сделали, мы создаем новую игру, выбираем ее размер, это будет средняя игра, Рагнарог, для всех, Рагнарог для всех, по идее, это фэнтези, жанр, это РПГ, и, не знаю даже, РПГ, с чем, боевик, приключения, Рагнарог все-таки, и выбираем платформу, я думаю, что ПК как-то подойдет лучше, чем М-Бокс или Плей, системы, это такие, типа PlayStation, да Xbox, тут история создания каждой приставки, вот, как они там продвигаются, есть своя, то есть там появляется приставка, какие-то устаревают, какие-то не выходят, и вот, забавная штука, каждый раз там новости приходят, читаете, и очень интересно на самом деле, этот процесс сделан, и игровой движок выбирается, выбираем школа двигателя нашей созданной, и дальше выбираем графику, и начинается разработка, это начальный этап, тут еще ничего не выбирается, но при этом уже очки добавляются, самое главное у нас геймплей, история квеста, игра онлайн, так, достижения, мы оставим развитие персонажа, это все надо, значит на геймплей надо, наседать, фишка создания средней игры в том, что вы распределяете каждого работника на свое место, то бишь, такой-то чувак занимается геймплеем, а этот чувак пусть занимается движком, а этот пусть историю квест пишет, все так распределяется, 4 человека, параметры 3, поэтому у меня есть лишний, геймплей, как у меня из-за того, что не хватает качества работников, у меня, ну из-за того, что их тренировать надо, уже специализировать, у меня хуже это все делается, мне вообще не хватает намного, очень, видите, у меня все проседает, в итоге, нажимаем окей, начинается делаться игра, в средних играх, процесс создания игры идет дольше, в итоге, очков, которые набираются, вот эти вот параметры, их естественно больше, и чем лучше у вас скачаны, ваши товарищи, тем быстрее это все набирается, и больше будет, это практически, пропорционально, зависит от этого, уровень, того продукта, которого вы сделаете, если у вас много очков, ну скорее всего, этот продукт будет хороший, и он продается, и хорошие оценки получит, есть также очки ажиотажа, ажиотаж это то, с какой, ну не знаю, наверное, как хотят увидеть эту игру, наверное, вот как-то вот так можно сказать, типа насколько она желаемая, насколько она будет раскупаться, вне зависимости от критиков, есть также такой элемент, что при создании большой игры, у вас есть нагруженность ваших людей, и надо ее сбалансировать, тогда вы получите бонус в опыте, но в общем-то, нет, в этот раз не получается, специально, я могу отрегулировать, чтобы было нормально, но хрен с ним, также нажимаем на нужном вам месте, стимул, чтобы вам вкачалось, например, если вам график нужно, нажали на стимул, когда делается график, и забабахали отличную графику, естественно, мы игру не увидим, но как бы это так, в конце даже средней игры, все больше и больше багов у вас будет, вам надо будет подождать какое-то определенное время, и исправлять эти баги, также есть каждые там ежегодные выставки игровые, и вы можете выбрать, какой стенд вы хотите взять, давайте большой стенд, ни разу не брал, и у вас будет, то есть стенд, придет народ, посмотреть, после, обязательно после, если вы будете делать игру, и у вас будет показ, на каком-то уровне у вас на этом мероприятии, то у вас ажиотаж взлетит, довольно сильно, это очень забавно, ну и завершаем, баг один, если у вас остаются баги, то вам может прийти, может прийти письмо, типа, чуваки, у вас баги надо исправлять, тогда вам придется, ну так, придется, у вас будет, право, сделать или не сделать, патч, который там стоит денег, но делается он, пока, не знаю, относительно быстро у меня делался, недолго, заплатить деньги, зато ваши фанаты будут довольны, то бишь, делать что-то полезно для фанатов, это, хорошая штука, ну вот, собственно, Рагнарог, имба студия, называю, назвал так свою студию, просто, от балды, конечно, не важно, и вот народ там, идиот смотрит, что-то вам наделал, 900 тысяч набрал, я попал на 62 место в топе, и, и, что скажут, критики, отзывы, ну, отзывы так себе, на самом деле, не хит, но, 6 выше, это хорошо, на самом деле, вот то, что ниже, это вообще хреново, и, значит, что мы можем потерять фанатов, исследование, естественно, я не знаю, как показать, вот, бьем, это активная история, исследуется, и у вас есть, ну, шкала исследования, также, ну, с тренировкой, немножко по-другому, на самом деле, тренировку нажимаем, и там, не знаю, движок, ну, движок, да, движок так изучается, ладно, там, когда, просто не хватает, там минимум 5, надо, давайте возьмем какую-то работу, и, награбастаем 5 очков, и исследование, чтобы вам показать, как идет, качка характеристик, в принципе, ну, продажи так себе, на самом деле, ну, хотя, и не совсем плохо, то бишь, а тренировка, персонажа идет по параметрам, вот, как-то, вот так, то бишь, появляются все 4 параметра, и прессуются время от времени, в определенные параметры, смотря какую книжку вы дали ему читать, справа у вас есть, то бишь, графа, как продажи идут, с каждым днем, повышается, понижается, сколько копий, и фанатов, сколько прибавляется каждый день, ну, собственно, этот какой-то скомканный, быстрый обзорчик, надеюсь, кому-то он понравится, и побудит кого-то сыграть в эту игру замечательную, я надеюсь, я не сказал настолько плохо, что вы скажете, что это за фигня, и лучше ее не пробовать, если вам даже не понравился мой обзор, и вы не поняли, что это вообще за игра, все равно ее попробуйте, вы не пожалеете, очень классная игрушка, кстати, мидбой, ладно, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, пока-пока.